Первый образовательный день Международного форума волонтеров-медиков стартовал утром во вторник. Как и планировали изначально, в Иваново приехали ребята из 85 регионов России, 45 стран мира. Они готовы делиться опытом и забирать домой лучшие практики. Я уже полтора года работаю в детской университетской больнице Муратсан в приемном отделении, как санитар. Скорее всего мне бы хотелось открыть тему сокращения риска сердечно-сосудистых заболеваний, так как я понял и в Армении, и в России есть данная причина, то есть как можно сократить количество курящих и пьющих. Скорее всего вот эту тему. И вторая тема это уход за онкобольными детьми, как правильно надо к ним относиться, каков твой образ жизни, каков их образ жизни. Здравствуйте, я из Бельгии, какие ожидания, но я думаю, что это замечательно, потому что у нас нет такой организации в Бельгии, и чуть-чуть смотреть, как у вас, и что можно делать в Бельгии тоже. Привезти в Иваново волонтеров это только полдела. Перед организаторами стояла задача привлечь к мероприятию авторитетных спикеров. Елена Юрасова, координатор Всемирной организации здравоохранения по инфекционным заболеваниям в Российской Федерации, приехала для участия в открытом диалоге на тему глобальной вызовы в охране здоровья. Самый большой бич планеты сегодня это неинфекционные заболевания, и здесь Россия полностью разделяет бремя с европейским регионом ВОЗ, ну и со всеми, со всем, собственно, миром, особенно развитым миром. Но к неинфекционным заболеваниям в первую очередь относятся те, которые наибольший вклад вносят в преждевременную смертность. Это сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, ожирение, заболевания органов дыхания и онкологические заболевания. Также мы сегодня поговорим о работе волонтеров в больницах и о профориентации школьников медицины. Естественно, поскольку форум у нас международный, у нас будет международная дискуссия, на которой мы обсудим вопросы взаимодействия между странами по вопросам развития медицинского волонтерства. Также участников вечером ждет культурная программа, у нас подготовлено выступление кавер-группы, поэтому после насыщенного образовательного дня участники смогут немножко отдохнуть. Впереди у участников еще два плотных рабочих дня. Запланирована форсайт-сессия по вопросам развития международного сотрудничества. Дискуссия по вопросу профилактики неинфекционных заболеваний в европейском регионе. Тренинги и мастер-классы.